открутил я болт шкива коленвала снизу даже не опускал автомобиль и вот как отсюда видно установил на место как должно быть фиксатор маховика если снизу видно вот метка маркером нарисована и вот метка на крышке маркера нарисована черным здесь пометили новый ремень по этой метке поставили коленвал ушел на тот момент что растяжение ремня идет коленвал уходит они это не учитывают и поэтому происходит вот такие вот вещи я с первым автомобилем там мучился мучился но здесь уже дознаю что так может быть поэтому ребят смотрите если кто-то сам будет менять у кого и здесь метки у вас наверняка распредвалы с коленвалом не синхронно работает после за такой замены откручиваю и откручиваю ослабляю болты на распредвалах вот эти по три болта неика менялама и humans только она она я Так же со второй стороны. Ну а теперь можно снимать ремень. Ослабляем натяжной ролик. Головка тоже на 13. Ролик тихий. Ну а здесь, чтоб его снять, ремешок, надо открутить ролик. С роликом лучше будет. Ролик тоже тихий. И второй обводной ролик тоже снимаем. Вот этот ролик. Странно. Какой-то он легко крутится. И в нем болтание какое-то есть. Слушайте. Главное, один ролик нормальный, а второй уже устал. Ну это не страшно. Ремень и ролики мы будем новые устанавливать. Ремень и ремень. Ремень и ремень. И достаем ремень. Ремкомплект у нас оригинальный. ЛР 016655. В комплекте идет натяжной ролик, болт и ремень. Ремень и ремень. Обводные ролики в комплект не входят. Их надо брать отдельно. Но брать их надо обязательно. Направление вращения указывает на правую сторону. Я его пока просто накидываю, не устанавливаю. Чтоб он лежал на шестерне. И это вот... Ролики тоже используем оригинальные. Они одинаковые. Номер идет 131 1306. Наживляю ролики Верхний ролик надо ставить сразу с ремнем Пока не затягиваю только наживляю Ремень устанавливается против часовой стрелки Заводим его на коллегвал Шкив у нас провернут вперед Этот шкив тоже перекидываем на зуб и проворачиваем его вперед Чтобы у нас оба шкива были выставлены для растяжения Все, вот он И один, и второй у нас максимально выведен вперед Теперь можно устанавливать натяжной ролик Музыка коленвал у меня зафиксирован распредвалы оба у меня зафиксированы теперь я за счет того что шестерня нижняя на коленвале у меня расслаблена я могу делать вот такие манипуляции как видно у нас весь механизм ходит поэтому выбираем шестерни вперед и в этом положении взводим натяжной ролик сейчас попробую показать сюда вставляем биту на 10 и взводим ремешок то есть и взводим ролик ролик взводится по направлению стрелки которая указана на самом ролике здесь есть прицел вот он проточка и отлив взводим до прицела и в этом положении подтягиваем его пока подтягивал он убежал поэтому этот момент перепроверяем все предварительно я подтянул метка стоит ремень у нас натянут а вот сейчас мы затягиваем ролики ролики затягиваются с усилием по-моему 23 ньютона метра сейчас перепроверю не 23 24 ньютона метра беру динамо ключ и подтягиваю ролики подтягиваю натяжной ролик нужно держать шестигранник все все три ролика затягиваются 24 ньютона метра теперь когда у нас ролики затянуты шкивы повернуты вправо мы затягиваем болты на обоих распредвалах придерживает центральные болты ключ на 18 и эти болтики подтягиваем 23 ньютона метра распредвалы у нас зафиксированы но сам распредвал все равно придерживаем когда затягиваем все равно а все равно все равно что все равно Так, один распредвал затянул Затягиваю второй распредвал Здесь, правда, не видно Затягиваю Затягиваю все ремень у нас установлен теперь подтягиваем центральный болт первое он закручивается на 100 ньютона метров но это нам надо переставить сейчас снизу будет снять фиксаторы с распредвалов из коленвала и поставить фиксатор коленвала для откручивания этого болта но так как у меня этого фиксатора нет именно для коленвала сам маховик я держу монтажкой и затягиваю изначально затягиваем 100 ньютона метров а потом мы затягиваем до ворот на 90 градусов ну показывать это уже мне будет неудобно потому что одной рукой держу монтажку другой рукой тяну место снизу мало чтобы поставить камеру а сверху не смогу потому что поднимаю автомобиль все затянул я центральный болт снимаю штифты с распредвала с маховика я фиксатор снял и теперь я знаю что все по меткам стоит но я хочу перепроверить проверну четыре раза коленвал а теперь перепроверю как я выставил метки штифты на распредвалы я поставил сейчас поднимаю автомобиль ставлю штифт в коленвал ставлю штифт в маховик и метки должны у нас сойтись все проверил залез поднял поставил все хорошо теперь снимаем эти штифты таким образом выставляются метки грм ну а теперь продолжаем сборку ставим на место крышку и собираем ставлю крышку закрываю ремень и прикручиваем на крышке стоит 16 болтов и три болта на кронштейне хи черный бет оттенка пробуды по Добавил субтитры. Все, наживляю и затягиваю крышечку. Крышку установил, подтянул, теперь устанавливаю ролик обводной, натяжной, шкив, вентилятора, помпы и коленвала. Наживляю их. И затягиваю. Здесь шлифтом сразу отцентровать можно, чтобы наживить удобно и потом подтянем с помощью его. Ролик. Вот меточка и вот меточка. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Сказал маховик. Шкив коленвала. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. А теперь затягиваем. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Как устанавливал стартер не показывал. Потому что там просто это неудобно делать. И мне это неудобно показывать даже. Устанавливаю на место ремень. Ролики я все шкивы затянул. Вот таким образом. Раскидываем ремень. Смотрим чтобы он по всем шкивам лег ровно. И теперь натягиваем натяжитель. Добавил субтитры. И одеваем на генератор. Добавил субтитры. 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 И как всегда, когда цветет абрикос. По холоданию. Смажу резиночку силиконовой смазкой. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Поделим субтитры. Ну а теперь уже можно устанавливать. Вентилятор. Хомут зажимаем. Смотрите продолжение в следующей серии. Резьба левая. Ключ на 36. Соединяем с этой стороны разъем. Брызну разъем нано протеком. Снимаем заглушку. И одеваем верхнюю часть диффузора. Смотрите продолжение в следующей серии. Ставлю на место воздуховод. Здесь маленько силиконом сбрызну. Для того, чтобы на резиночку мягенько садился. Смотрите продолжение в следующей серии. Закручиваю два самореза. Заливаю антифриз. Антифриз будем оригинально использовать. Land Rover. Номер его идет STC 50530. Смотрите продолжение в следующей серии. Заливаем. 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 Залил антифриз. Вот он у нас спускничок воздушный. Заливаем. И через него спускаю воздух. Заливаем. Заливаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Залил пятерку пока, закрываю пробочку Спускной пока не прицепляю Потому что сейчас заведу Проверим как работает И после этого уже выставлю уровень антифриза Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот чего и требовалось доказать К сожалению, я не показывал, как автомобиль заводился Перед тем, как менял ремень Заводился чуть-чуть похуже Приходилось на доли секунды, конечно На 2 секунды побольше стартером покрутить Куда он запускался А здесь просто толчок нужен Все, сейчас выставляю уровень антифриза Закрываю крышку двигателя, сверху пластиковую И на этом все Замену ремня ГРМ и роликов я произвел Всего вам доброго